В 90-м лицее два избирательных участка направить по нужному адресу, электорат помогают волонтеры. Здесь же измеряют температуру и обрабатывают руки. Заходят все с центрального входа, а вот выходят по разным сторонам. Тем самым разграничиваются потоки и соблюдаются все меры безопасности. На участке номер 3608 за шесть дней проголосовали по поправкам. В Конституции уже больше 15% избирателей. В основном это люди чуть старше 40 лет. Большая часть из них приходит непосредственно на сам участок или отдают голос в организованных палатках во дворах. А тем, кому за 50-е в зоне риска, имеют право проголосовать, не выходя из дома. Представители избиркома делают поквартирный обход. У них другой пакет. Там находятся перчатки, маска, салфетка. Они сначала протирают, одевают перчатки, маску и ручка. Соответственно, у нас есть специальный бланк, который они подписывают. То есть, то, что мы им передали бюллетень, они также ставят галочку и в наш ящик, который опломбирован, уже опускают. То есть, мы домой не заходим. Как они отмечают, мы это не видим. Индивидуальный пакет с маской и ручкой каждый получает на входе и на самом избирательном участке. Или можно прийти со своим. Из остальных мер предосторожности разделительные линии на полу, указывающие на соблюдение социальной дистанции. Здравствуйте. Спасибо. Жительница Ульяновска Ольга Баханова пришла на участок утром на шестой день голосования. Лидер общественного мнения признается, выражать свой гражданский долг в течение нескольких дней удобно. Нет очередей, процесс не затягивается. Подобная практика должна войти в привычку и на следующих выборах, считает она. Я не буду сейчас никаким образом комментировать позицию, потому что у каждого человека своя позиция в отношении любого вопроса. И каждая позиция, и каждое мнение имеет место быть. Но долг каждого гражданина нашей страны проголосовать за основной закон той страны, в которой мы живем. Вместо камер на участках зоркие глаза общественных наблюдателей. В своей работе они пользуются правилами золотого стандарта. А это значит следить за соблюдением всех санитарных норм и за ходом голосования, чтобы все было честно и открыто. Люди приходят с замечательным настроением, с положительными эмоциями. Нарушений никаких не зафиксировано. В случае нарушений мы обращаемся к вышестоящим нашим председателям. Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Всего в Ульяновской области работает 988 участков для голосования, включая 12 временных. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.